Они обвинили меня в связях с каким-то Курченко, я никакого Курченко не знаю. Никогда его не встречал. Я знаю, что такой человек существует, но никогда его не встречал. Они меня лишили моего гражданства, подделали мою подпись. Два года назад министр иностранных дел Украины подделал видео, в котором приставил мою голову к чужому телу и показал это видео, пытаясь компрометировать меня и обвинить в связях с российскими олигархами. Два дня спустя они признали, что это неправда. Так что к такому я привык. Ирония этой ситуации в том, что они меня называют агентом ФСБ. Смехотворность этих обвинений заключается в том, что они используют термины «враг народа», «враг Украины». Я этим очень обеспокоен, поскольку Порошенко использует риторику, которые вообще не должны оперировать в современной Украине, стремящейся в Европу. Украинские олигархи живут так же, как и российские. Идет война, но Порошенко заплатил почти миллиард гривен налогов в бюджет России в прошлом году за свой бизнес. Это данные текущего года. Есть также Медведчук, бизнес-партнер и близкий друг Путина. То есть, с одной стороны мы воюем с Россией, с другой украинская и российская элиты одинаково живут. Это просто невероятно. Майкл Карпентер написал в Твиттере. Если рада проголосовать за то, чтобы освободить от должности главу антикоррупционного комитета и главу НАБУ, я выступлю с рекомендациями прекратить помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Сложившаяся ситуация просто позорна. Своей оценкой происходящего в Киеве с нами сейчас поделится Андерс Услунд, одна из последних книг которого вышла под заголовком «Украина. Что пошло не так и как это исправить». Итак, Андерс, для начала вы поддержали бы Майкла Карпентера вот в этом высказывании о рекомендациях прекратить помощь Украине, если будет продолжаться то, что происходит? Я хотел бы по-другому здесь поставить вопрос. Главная проблема здесь в Украине – это судебная реформа, которая провалилась в ноябре. И сейчас государство, это значит, генеральный прокурор и СПУ начали большую атаку на Национальное антикоррупционное бюро. Это значит, единственное утверждение, которое действительно борется с коррупцией. Мне кажется, Саакашвили здесь просто начал акции, чтобы защитить НАБУ. Главное здесь – это не Саакашвили. Главное – это борьба правительства против НАБУ. То есть, получается, что роль Саакашвили, по вашей оценке, она не так велика? Да. Мне кажется, что просто пробовали арестовать Саакашвили, как часто эту атаку на НАБУ. И Саакашвили – это сильный человек. Он знает, как организовать протесты. У него есть очень лояльные люди, что он был каталист действия. И нельзя считать, что он руководитель или что он причина. Причина – это, что государство делает против антикоррупционных действий. Андрес, два вопроса у меня сразу к вам. Давайте сначала вот эти обвинения в адрес Саакашвили, что он обвиняет Порошенко в коррупции, а его, в свою очередь, обвиняют в том, что он пытается совершить переворот на российские деньги. Вот это российская вам как связь вообще? Мне кажется, что это очень сомнительно. Это генеральный прокурор, который это предлагал. И гражданское общество в Киеве, которое очень профессионально, не верит в это. Я хочу процитировать ваш твитт, поскольку твиттер мы читаем много и с удовольствием. Вы написали – это сумасшествие. Неужели Порошенко не понимает, что он полностью себя изолирует и потеряет таким образом власть? Остановитесь, пока не поздно. Перевод наш. Для чего может быть поздно и что не так сейчас делает Порошенко, по вашей оценке? Порошенко очень зависит от Запада. И это политическая поддержка, которая важна для Украины. Украина в войне с Россией и нужно получить оружие и финансы слабые. И все понимают. Вы знаете, Украина очень прозрачная. Мы можем точно знать, что правда и что неправда в Украине. И все понимают, что это президент, который атакует антикоррупционные действия в стране. И он не может себе это позволить, потому что МВФ, Европейский Союз, США, Великая Британия, Мировой Банк и так далее, где американский конгресс сразу критиковали эти действия и сказали, что больше денег не будет. Ну вот, несмотря на то, что была критика, и вы говорите о том, что существует прозрачность, вот это вот давление на реформаторские усилия, и в частности на судебную реформу, на антикоррупционные органы, оно продолжается. А почему, как вы думаете, это такое вот массовое существует давление в Украине, несмотря на то, что происходило в последние годы? Ну, из-за того, что не судили ни одного человека, ни из администрации Януковича, ни из администрации Порошенко, это значит, на высшем уровне. И почему? Потому что суды остаются скоррумпированы, и что нужно было тогда это совершить судебную реформу, и сейчас это провалили. И, в принципе, старые судьи, которые назначили старых коррумпированных судей, и тогда Запад, и гражданское общество в Украине, и реформаторские депутаты сейчас требуют самостоятельный антикоррупционный суд, чтобы не только найти и показать, что делать скоррумпированных чиновников на высшем уровне, но чтобы их действительно судить. Не судили ни одного, и надо их судить. Это, например, начальник налоговой службы, это один из главных депутатов из партии Дяценюка, это заместитель министра обороны, это сын министра внутренних дел. Скажем, это главные люди, которые арестовали. И есть доводы, но суд их не судит. А вы, когда написали свою книгу в 2015 году, название говорит само за себя, Украина, что пошло не так? Получается, что уже в 2015, а вы ведь еще писали эту книгу некоторое время, вы уже понимали, что что-то идет не так, что-то куда-то не туда движется. На какой развилке Украина повернула в неправильном направлении, по-вашему? Ну, первое, надо сказать, что экономические реформы делали сейчас в Украине, превысительно, как в России, 99-го по 2002-го года, но что не сделали, это судебные реформы. И когда нет настоящих судей, тогда значит, что нет настоящих прав собственности. Это точно как Россия. Все время совершают СБУ, генералы и прокуроры, корпоративное рядовство. Просто воруют предприятия, и это маленькие, это большие предприятия, и все это понимают в Украине. А как вы считаете, как с этим можно с успехом бороться? Ну, вы уже неоднократно сказали о судебной реформе, и вообще предвидите ли вы какой-то успех в этом направлении, в обозримом будущем? Ну, например, Кристин Лагард, исполнительный директор МВФ, сегодня позвонила Порошенко, и сказала, что надо, и нет, антикоррупционный суд, иначе мы ему ничего больше не дам. Ну, конечно, что надо делать, это освобождать от мест всех прокуроров, всех судей и всех офицеров СБУ. И это не очень много людей. Надо строить новые утверждения, которые не основаны на коррупции. Проблема в том, что эти реформы были слишком нелегкие. А в Украине, на ваш взгляд, есть кадры для того, чтобы построить, вот фактически с чистого листа создать эти учреждения? Да, конечно. Это не очень много тысяч людей, которые нужны. В Украине сегодня очень много молодых профессионалов, очень часто с образованием из-за Запада. Есть много хороших людей. Скажем, это большая разница сегодня по сравнению с тем, что было после Оранжевой революции. Надо использовать этого потенциала. И я думаю, что президент Порошенко сейчас в углу. И это очень глупый человек. Он, вероятно, понимает, что у него есть возможность по-другому действовать. То есть вы считаете, что Порошенко, в принципе, готов пойти на какие-то кардинальные изменения, несмотря на то давление, которое, как говорят, существует на него изнутри системы? Ну да, этого времени он всегда сказал, что он борется с коррупцией. И он подписал все хорошие законы, которые дошли до него. Может быть, он противодействует тихо, но не открыто. Ну и вопрос, который мы, в общем, многим задаем, и сейчас такая вот ситуация сложилась. И поскольку мы знаем эту историю революционных настроений в Украине, как вы считаете, вот если это все не пойдет по той дороге, по которой вы сейчас рекомендуете, еще одна революция в Украине возможна? Это я не могу сказать. Скажем, я ожидал раньше революции, но я не ожидал Евромайдана. Это для меня было удивление, что люди были готовы так вставать еще раз. Революции. Революции.